...наркомания вместе. Проект называется «Ликвидация». Эта тема для всех хорошо известна. Тема сегодня актуальна. Нельзя говорить, что образованию абсолютно всё равно. Нельзя говорить, что культуре всё равно. Нельзя говорить, что спорту всем районным администрациям власти нет. Абсолютно. Эта тема касается каждого из нас, каждого должностного лица и всех подразделений структурных, которые есть сегодня в исполнении городского совета. Тема, которую надо решать. Но решать эту тему, я так полагаю, мы уже гуманитарным блоком всех начальников управления переговорили, посоветовались. И всё-таки мы приходим к тому, что надо смотреть по полномочиям и по тому, что мы можем сделать сегодня. Надо смотреть и исходить из того, какие у нас есть законы. Вот почему сегодня есть представители района. Вот почему сегодня Александр Жоржевич Юрий Евгеньевич. А где Яковлев, я не вижу. Должен подойти. Вот, Андрей Владимирович дал своих работников, потому что мы все, то, что мы можем делать, образование, культура, молодёжь, спорт, это мы будем делать. То есть у нас идёт разъяснительная информационная работа по функциям. А вот вначале давайте отойдём от того, что какая у нас есть законодательная база. И что по законодательной базе необходимо сделать, что можно на первых шагах выполнить и какую перспективу. Вот, Юрий Евгеньевич, я очень прошу вас, чтобы вы начали. Мы пригласили и депутат Клинина Николаевна Николаевна, и Рашиды, это депутат Госсовета. Постоянная комиссия по делам молодёжи, спорта, образования, культуры. Пожалуйста. Ну, я начал уже, в принципе, начало всем довёл уже, что 11 февраля у нас в стране, значит, введён новый закон по ограничению употребления алкогольных напитков. Значит, что он предусматривает? В первую очередь, в принципе, это было и в старом законе, но сейчас ужесточается линия по ограничению рекламы на телевидении, в учебных заведениях, в тех же учреждениях сферы торговли. То есть ограничить до минимума рекламу по употреблению алкоголя, по продаже алкогольных и так же табачных изделий. Значит, что в этом законе в первую очередь нового? Ну, это значит то, что пиво сейчас приравнивается к алкогольным напиткам. То есть это то, что мы ввели ещё осенью прошлого года на уровне нашего города, ввели такое положение. Сейчас это принято на уровне страны, что радует, конечно. Вот, кроме этого, значит, добавляется в этот закон, я не знаю, кто-то старый закон знает или прочитать полностью вам ограничения, в каких местах? Кто-то читает, я думаю, да, я читаю. Значит, забороняется с поживания пива Крым безалкогольного. Первое, у закладов охороны здоровья. Второе, у навчальных и освитно-выконавчих закладов. Третье, у громадскому транспорту. Здесь новый пункт немножечко добавили. На зубынках транспорту и у педземных переходов, что в старом решении не было. У закладов культуры. В закрытых спортивных породах. Крым пива у пластиковой таре. Ну, вот здесь, я не знаю, это слабое звено, мы так уже работали над этим законом. Там последнее воде вы красненьким сделали, оно перекликается. То есть, здесь получается, молодежь может в пластиковую бутылку налить все, что угодно и ходить пить ее. То есть, это немножечко, я считаю, недоработано. Дальше. В лифтах и таксофонах. На детских площадках. Новый пункт. На спортивных майданчиках. В старом решении такого не было. В примещениях органов державной влады, это органы мясового самоврядувания. Это все, что по алкоголю. По курению. У лифтах, таксофонах, у закладах охороны здоровья, у начально осветленных закладах. На детских майданчиках, на спортивных майданчиках. У подъездных жилых будинків, у подземных переходов. У громадському транспорту. У закладах громадського харчувания. По громадському харчуванию, здесь внесены конкретные изменения. То есть, разрешается курение в ресторанах, в кафешках. Но с условием 50 на 50. То есть, 50% территории должно отводиться для не курящих. И 50% для категории, которая курит. То есть, они должны быть изолированы. Зал, который под курение должен быть оснащен вытяжками и всем остальным. Это тоже нововведение в этом законе, где четко все это расписано. Статья 15.3, значит, предусматривается. Заброняется продаж пива, крим безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напоев, это тепюных выработок, особым, которые не достигли 18-ти роков. Но это по старому закону у нас тоже так и шло. У примещениях на территории начальных закладов. Значит, что здесь добавилось? У закрытых спортивных спорудов, крим пива опять в пластиковой таре. Вот это, я считаю, здесь слабое звено. С торговых автоматик на полостях самообслугования добавили сюда слабоалкогольные напитки. Вот там, я извиняюсь, вы не переворачиваете, вот так, где вы все красное отметили, там здесь такой пункт, что местные советы в преддверии праздников или каких-то больших мероприятий имеют право своим решением запретить продавать во время этих, ну, вот как бы День города, да? То есть мы могли, допустим, если вдруг приняли такое решение, на День города, вот теперь согласно этому закону, запретить вообще продажу в местах маслого гуляния, пива, на Советском. Да, да, Советское это место маслого гуляния. То есть раньше у нас такого права не было. Мы не могли, как бы, да, вот запретить все всем. А теперь мы можем во время проведения вообще в городских мероприятий, а почему с пластиковых, они, знаете, доходят на стадион, у них проверяют, они по голове друг друга. Ну, да. Мы решили, что пластиковые не будут, наверное. Ну, это такое, что обрезано. Там где есть открытые, вот тогда же были на футболе. Ладно, если же они на шоу обрезали, у нас ничего не требовали. Вот это можно не видать. Да. Ну, какая разница, а пиво там, ну, там все равно пиво. Да. Вот это тоже можно. Ну, это вот этого вот. Значит, очень хороший пункт, который добавлен сюда. Значит, по именно продаже пива, алкогольных напитков, то есть продавец в данный момент, на данный час, имеет право, то есть если он сомневается в том, что клиент не достиг еще 18 лет, то есть он имеет право потребовать документ, подтверждающий, что ему 18 лет, если такой документ не предоставлен, то он имеет полное право отказать в продаже данного товара. А если продал? А если продал, значит, законом предусматривается, значит. По административным статьям, то есть это наша уважаемая милиция, которая составляет административные протоколы, значит, по первому штрафу от 17 до 85 гривен, при повторном нарушении 51 до 119 гривен. Выстрелившие данные? Нет, это новые. Сколько? Гораздо больше. Нет, нет, обождите, я все скажу. Значит, от 51 до 119 и в третье 136 гривен. Это по административным протоколам. Значит, по налоговой службе сейчас, значит, штраф максимальный может быть 6800 гривен. То есть административный протокол посылается в налоговую службу, и они параллельно приезжают? То есть налоговая приезжает, ну, там у них свои процедуры, я не буду рассказывать, наверное. Параллельно? Да, то есть они должны действительно удостовериться в том, что факт такой был. Вот. Или они при своей отработке, если такой факт замеченный, самостоятельно то же самое может составлять протоколы на такие штрафы. Вот практически все изменения. Я не знаю, как скоро отмечено, есть правила, может быть, там есть посыл, там есть... Так, давайте мы... Еще одну секунду, пожалуйста. Значит, здесь еще убран пункт, на наш взгляд тоже он немножечко неправильно сделан, что его убрали. Раньше был пункт в старом законе, который органам местного самовырегулирования разрешал вызначать места там, где запрещается продажа алкогольных и безалкогольных, то есть и билов. Сейчас этот пункт убрали, мы не имеем права никаких дополнений, ничего. То есть, как в букве закона здесь написано по пунктам, так мы обязаны и делать. То есть, поэтому в наше решение придется сейчас, мы сейчас готовим какие-то изменения на сессию выносить. Ну, работаем над этим вопросом. Так, давайте вот мы послушали. А теперь представьте, если Алексей Николаевич Мирошниченко позвонил, что его заместитель будет. Представьте, пожалуйста. Это министерская отношения.